всем большой привет мы с вами должны это увидеть не только я должна на это смотреть вы тоже должны на это посмотреть да я хочу показать что я доминику ботинку и ботинки еще не купила зато собака одета на 100 рублей вы посмотрите да он побежал тут же мороз начался а видите у нас там обои это доминик обрисовал морозы начались уже правда сегодня закончились но игорь среагировал тут же он побежал ему сразу купил один комбезик он ему не подошел по размеру он пошел ему поменял быстренько и теперь у нас просто настоящий спайдермен а не собака 13 жизни собаки пошел купил просто же старенький уже не гадит 100 рублей да 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 ты хочешь ты купить ребенку хотел бы я мне я хочу но ты же не разрешаешь мне конечно да 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 смотрите это еще не все у него есть свои носки так он не ходит там холодно понимаешь наступает и все ему не хочется идти бедненький бедненький как он там страдает да не так он дома будет гадить хватит уже это слово ты произнес 18 раз вот видите а лесу не нравится вообще мне кажется это издевательство над ним если ты себе возомнил что это миссия спасения то мне кажется наоборот это издевательство над ним вот так вот одевать видишь как ему не нравится ну как это привыкнет ему вообще не нравится тебе нравится это что вы думаете носочки а потом еще у него и сапожки есть да только он ходить не умеет в этом все вот так его игорь его одевает а потом учит ходить ставит и такой олесь олесь иди за мной а лесь вообще не может ходить он никогда не ходил в этом поэтому и не будет он в этом ходите одеяние смотрите олесик издевается он тобой до издевается не он тебя утеплить хотел на чтобы тебе комфортно было он бедный скоро видите какие а потому что синенький там целый образ подобрал был синенький да капитан америка был а тут пришлось на спайдермена сменить поэтому немножко не по стилю ай-яй-яй-яй вышел ты и стиля не не сдержал как надо ну вот надо же как говорит моя бабушка паша который 87 это же это надо вытерпеть человек 100 рублей на одеяние собаки отдал не знаю только бедный олесь не хочет ним ходить но сейчас посмотрим как он его оденет и приучает ходить сейчас защитники посмотрят и скажут издевательство над животным или наоборот это считается не не издевательство наоборот защита от мороза я даже не знаю над животным на судя по тому как себя чувствует олесь это издевательство ну а судя по тому как тебе это нравится от его одевать утром и вечером это какая-то как играть для тебя и игорь детей не хочет маленьких вот так вот одевать доминика например доминик уже скоро сам будет одеваться а вот а вот собакой нормально поиграть так это твоя собака поэтому ты выводишь конечно все честно а за котом ты моим вообще никак не смотреть а воду меняешь хоть когда-нибудь животных никогда никогда ты не меняешь им воду еду не подсыпаешь ник у него у него уже спал твой ботинок олещик малыш маленький что он тебя там отдел малю пасек неудобно тебе да но зато лапы не замерзнут зато ты тебе не страшен не снег не дождь маленький ему вообще неудобно он не приучен на самом деле я много вижу собачек маленьких таких которые в одежде они так нормально теплые там ходят наш конечно вообще не может он рос как настоящий пацан без всех этих украшений а тут его одели мужик рост да он дед уже не он уже дед я сейчас сниму еще покажу как ты играешь хорошо ты разрешаешь хорошо доминика разрешение спросила можно ли показать что он делает сейчас строишь или готовишь готовлю сейчас наша тетя юля посмотрит видео и скажет я бы это не пережила живот заболел но это он так потому что много выпил до так доминик отлучился по делам своим очень важным поэтому покажу вам как он играет с этим песком конечно этот песок уже здесь по всей квартире он его разнес я ему разрешила в стефани на комнате все делать но это то что его увлекает что он только здесь не делает он разные формочки я готовлю то пиццу то я делаю разных черепашек то он еще что-то делать как тортик а потом говорит так а теперь буду разрезать что ты сейчас делаешь пиццу готовишь да так это же не пицца ты пиццу по-другому делал а я наверное забрала там где он готовил пиццу так вот я ему разрешаю и разбрасывать голова и разбрасывать и играть так как ему захочется потому что парень он у нас очень активным я уже повторила 150 раз а песок работа с песком это определенная релаксация и для него такого очень подвижного мальчишки я считаю что это очень хорошее занятие плюс он не смотрит телевизор потому что конечно как бы мы не говорили но когда я занята делами когда я готовлю что-то когда я убираю а это я делаю каждый день конечно приходится чтобы он сидел в этих мультиках и смотрел всякую ерунду и я очень рада да а это не ерунда видите возмущается что это не ерунда да стефания в это играла значит это хороший какой-то мультики игра да но так вот раз ты фами играла поэтому пусть будет все разбросано за день я соберу это раз 10 его песок разбросанный весь но зато он занят нормальным хорошим делом да сынуля молодец так что ты сейчас делаешь пиццу строишь не так это черепаха черепаха да такая а где-то дракон еще у тебя был ну любит он у нас конечно песок слаймы все такое сыпучие тягучие очень ему нравится с этим играть и строить разные такое хочешь такой кран хочешь кран хочешь но если я увижу я тебе его куплю да и песка побольше сказал песка надо купить еще побольше есть много надо приготовила сегодня пирожки давно уже не готовила они у меня такие хорошенькие получили смотрите какие пухленькие с индейкой с мясом у меня больше любят пирожки поэтому с ними и готовлю еще плиту не помыла потому что только-только что их пожарила сила чай и смотрите нас какими вкусняшками это птичье молоко покупаем в грине островок есть они продают зефир а сейчас вы стали продавать еще и птичье молоко очень вкусно и я вот села как-то села пить чай думаю надо с вами поговорить на одну из тех которая возникла в последние дни были у меня вопросы мне интересно послушать и ваше мнение как вы на это отреагируете тоже какая вкуснотища обязательно попробуйте если будете грине стоит это 38 40 рублей за килограмм в зависимости от начинки то есть в зависимости от того какое то то есть классический вариант вроде бы стоит 38 рублей там если с ореховым пролине то это уже будет за 40 то есть в зависимости от того еще сделано так вот о чем же хотелось с вами поговорить уже не раз говорила что мы с домиником ходим развивающий центр умка пела тысячу хвалебных от этому заведению потому что меня стефания туда отходила сейчас я и младшего сына повела и какой у меня возник один вопрос как бы мы ни говорили ну как жаль когда уходят старые кадры мы говорим что незаменимых людей не бывает очень часто сын мой пришел очень часто мы это слышим но на самом деле бывает вот бывает так что человек действительно можно сказать не заменил у нас была замечательная учитель по музыке екатерина аркадийна она учила не только музыки она рассказывала какие-то истины жизни которые доносила детям в игровой форме она учила уважению она учила взаимопониманию она учила доброте она учила искренности но настолько она умела это преподнести что вроде бы дети обычно не хотят вот это толкование все слышать а тут они воспринимали вот прям очень позитивно и это потом жизнь принимать мама там снимать такой это сыночек тече молоко кушай на здоровье кушай хороший да да как учитель моя по русскому языку да всегда говорила маленькие дети кушают а взрослые люди едят поэтому ты не кушает и вот теперь у них новый учитель по музыке я вам скажу честно вот с первого дня она мне не зашла никак ну вот никак не лежит у меня к ней душа хоть ты что не делай и вот последний раз мы пришли туда спустя месяц доминик не ходил на занятия я вам честно говорю я на этом занятии просто вспылила нет я не говорила там никого не ломай тебя отрежу сынок давай отрезать тебя давай попробуй вот это вкусно давай вкусно доминик подтверждает очень вкусно то есть никакой там ругани в помине не было но что меня возмутило как бы вы отреагировали тоже она стала строить елочку и украшала ее там было два три мальчика один из них тоже не за ни один из них не заняться вообще все занятия сидел он с няней пришел другой очень спокойный мальчишка он так и мама с ним активно занимается но видно очень хорошая семья хороший ребеночек по поведению все там у нас проблем мой как обычно очень активные носом он там минут десять половина урока он тоже бегал все выполнял кстати единственный из других деток который повторял за учительницей но отстали украшать эту елку он тоже ее украшался приближе к сути и тут доминик берет ее просто сбрасывает эту елку для меня то его по идее абсолютно понятно учителя это просто взбесило она конечно это сразу не показала но все ее дальнейшие действия это вам просто не передать она берет и во первых давай возьмем плохого где этот медведь медведь расскажи кто у нас тут такой плохой кто обидел елочку да то есть вот она вот это прям кто тут такой плохой потом она мальчик который был еще с нами группе стал ходить по стульям доминик стал за ним повторять пошел следом и она его берет как схватит за руки и к себе я конечно знаете мы не так давно сняли гипс и говорю ни в коем случае его нельзя за руки так хватать да вообще ни одного ребенка нельзя так за руки хватать потому что у деток в таком возрасте очень часто локти выскакивают эти суставчики поэтому их не надо вот так вот поднимать за руки детей это хирург уже не раз нам об этом говорил потом она берет и такая почему он ходит по этим стульям он же показывает всем очень плохой пример я конечно вообще в шоке было какой он показывает пример если он один вообще из этих деток с ней танцевал прыгал и скакал это раз конечно не так стопроцентно повторяя все эти движения но и ну давайте на минуточку все-таки задумаемся что ему нет даже еще трех лет он совсем еще маленький вы знаете меня это очень сильно прости сынок прости не мама не услышала ворона еще надо дать видите хороший вот и доминику нравится птичье молоко да и дошло до того что я забрала доминика и мы ушли с урока то есть там не выясняя никаких отношений но для того чтобы не мешать другим детям видя что уже учитель весь на взводе чтобы никого не отвлекать мы просто ушли я подошла к директору и говорю что ну знаете мы на музыку ходить не будем потому что я считаю что это не совсем корректное поведение это раз а во вторых это не тот урок который ему прям заходит на ура и в третьих урок абсолютно не заходит мне ну не нравится мне я хочу сказать я конечно сама себя сдержала потому что я могла рассказать они занимаются по методике монтессори я прекрасно знаю эту методику я прекрасно знаю как должно быть организована учебная среда она не соответствовала то есть меня в этом вопросе лучше лишний раз не дергать потому что я могу конечно разложить каким должен быть урок а не только эмоционально отреагировать на то что моего ребенка назвали плохим на что директор центра ответила у нас очень хороший учитель я говорю я не сказала что учитель плохой я сказала что урок не соответствует и к сожалению дарить катерины аркадьевны уровня не дотягивает очень очень сильно мне там дали она приходи снова я говорю нет спасибо мы пока не будем ходить ну то есть вот на такой ноте мы расстались ни с кем мы там естественно никто не ругался и такой мысли даже не было на следующий день мой ребенок когда у нас снова занятия он вообще не хочет идти в этот центр да мы подходим к центру я не пойду хотя до этого он вообще с удовольствием ходил всегда на занятия все было прекрасно мы бежали туда он сказал я не пойду не буду и все не буду не пойду не буду ох как меня это расстроило конечно пристать его на руках мороза нанесла он такой нет не буду не пойду не хочу и все плюс я переживаю почему он не хочет и я все-таки убрала свои эмоции даже начался урок музыки я думаю нет не надо эмоционально реагировать надо вести себя с позиции взрослого человека не поддаваться вот этому всему все же пойдем будем заниматься и будем сглаживать ситуацию что думаете мой доминик заходит и он с разбега просто сразу сбивает эту елку малюсенькая такая из футера сделано стоит он ее снова сбивает я за него конечно забираем и уходим это опять уже как мигера стоит естественно вся злая поверьте я же не учила его что ты приходи и разрушай эту елку я сама не знаю почему он так отреагировал почему он туда зашел в этот кабинет и сразу же сбил эту елку не знаю честно вам говорю тем более сколько раз мы ему повторили сказали что разрушение это и плохо там например что мы разрушаем портим праздник себе другим деткам как нам весело когда елочка стоит нас радует но куча вот таких эпитетов подобрали там чтобы настроить на лад ничего не получилось пошли мы в итоге на другой урок на другом уроке на все было хорошо так что в общем ну вот такая у нас произошла ситуация будем мы ходить на музыку или нет пока я точно вам не скажу пока точно нет будет ли он вообще туда ходить мы вообще-то сможем уже сели подумали может быть ему то и не стоит пока ходить на эти занятия может ему там не не совсем комфортно может еще что-то может они еще ему рано посещать эти занятия мне самое главное чтобы ребенку было комфортно и знаете я конечно понимаю что я заняла такую жесткую позицию что это мой ребенок я его защищаю я мама но знаете у меня есть старший брат который очень шаловливый был в детстве всегда он вырос все замечательным человеком он вырос как он ухаживает как он ведет себя по отношению к родителям по отношению к маме по отношению ко мне какой вообще он вырос добрый замечательный человек хотя в детстве он был очень непослушный то есть время за что-то творил и вот он однажды сказал знаешь мама мне так хотелось чтобы вы меня вот в этой проделке хотя бы раз защитили вот хотя бы разок не стали на сторону того кто меня ругал и наказал а сказали бы но может быть и не так он здесь был не прав хоть раз я запомнила его слова это не значит что я буду кидаться за своего сына прям везде потому что я вижу что он абсолютно неудобный для учителей ребенок ну вот сейчас это не значит что он таким будет всегда нет я говорю о сегодняшнем моменте мы понятия не имеем кто в кого вырастет чтобы мы тут не говорили мы не ясновидящие мы не обладаем какие-то сверхспособностями чтобы сразу взглянуть на человека сказать о этот вырастет таким этот вырастет таким это другим нет я в этом убеждена никто не знает кто кем вырастет так вот но три ему еще нету трех лет говорить моему ребенку ты плохой я не позволю в общем вот я бы очень сильно хотела услышать и ваше мнение по этому поводу как вы считаете как бы вы поступили да вот видите я опять стала на эту тему говорить и хотя мне казалось что я уже пережила да ну мелочь такая она меня все равно трогает и где-то здесь мне неприятно и и вот какой-то осадок у меня все равно есть хотя я никогда такие спорные моменты стараюсь не оставлять а стараюсь и все-таки озвучивать это правильно их проговаривать говорить что тебе не что тебе не нравится что тебе не комфортно там не кричать не орать а спокойно стараться донести собеседнику что тебя не устроило но видите эмоции все равно остались наверное потому что это самое дорогое и любимое в общем девчонки жду и мальчишки жду ваших рассуждений в комментариях пожалуйста пишите давайте сегодня об этом поговорим ну и на сегодня пока буду читать и ждать ваши комментарии